Таких гостей, как Роман, в нашей передаче «Будем вкусно есть» не было. Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа о вкусной, здоровой пище, а также о интересных людях. Меня зовут Георгий, и сегодня у нас в гостях Маслак Роман Романович. Здравствуйте, Роман! Здравствуйте, здравствуйте! Ну, почему я начал нашу передачу со слов «именно таких людей не было?» Потому что Роман, он очень многогранный. И, помимо того, что он творческий, он занимается творчеством, он занимается спортом, он просто веселый, добрый, отзывчивый человек. Итак, давай я представлю всем нашим телезрителям Роман официально, чем ты занимаешься. Роман у нас тренер смешанных единоборств бразильского боевого искусства капуэйра. Это уже о многом говорит. Призер спортивного танца «Брейк-данс», неоднократный призер чемпионатов. Также серебряный призер Кубка Москвы по капуэйра 2016 года. Также бронзовый призер чемпионата Московской области по капуэйра, также 2015 года. Роман, если я буду продолжать все твои регалии перечислять, то у нас уйдет половина передачи. Тем не менее, большое спасибо, что ты пришел. Сегодня мы поговорим о том, чем ты занимаешься, именно о спортивной твоей деятельности, а еще и о творческой. Но мы должны будем удивить наших телезрителей еще и вкусным приготовлением каких-либо блюд. Вот у нас сегодня прямо здесь, можно сказать, весна наступила в передаче. Что мы будем с тобой сегодня готовить? Ну, я так думаю, что мы сделаем какой-нибудь такой легкий салат. Я сделаю салат, который делала мне в детстве мама. Для этого нужна морковка, свекла, помидорчики, сыр, немножко майонеза. И такой хороший витамин, можно сказать, лекарство. Чеснок. Чеснок. Да. Я тоже буду, я не буду отставать от профессионалов, буду тоже делать салат. Что у меня для салата? Ну, во-первых, мы взяли все то, что можно найти сейчас в магазине. Вот прямо сейчас. Это зелень, которая прямо уже поспевает. У нас есть наборы хорошие салатные. Яблоко вот мы можем использовать. У нас есть овощи, это капуста. Самое главное, я хочу уделить внимание, это масло нерафинированное, с оббогатое омега-3 кислотами, что сейчас очень, кстати, популярно среди спортсменов. Весна все-таки, все хотят выглядеть хорошо и питаются, пытаются, пытаются питаться. Вот так я выражу здоровой пищи. Итак, Роман, начнем готовить, но потихонечку и будем с тобой еще и общаться. Хорошо. Приступай ты к своему, я к своему действию. И сразу уже задам тебе первый вопрос. Вот ты занимаешься капуэро. Вот как ты к этому пришел? Вот вообще с чего все начиналось? Ну, началось все, конечно, с детства. Все началось со школы, примерно где-то с третьего класса. В общем, в третьем классе на перемене мне один парень ударил в лицо кулаком. В каком классе? В третьем. Уже в третьем началось. Да, ну, до третьего класса я был обычным пацаненком, как и все дети. Ничего не умел и так далее. И вот как бы я разозлился, не знал, что делать. Пришел в класс, в урок сидел, думал, как ему отомстить и что ему сделать. Вот. И буквально через пару дней на семье появляется видеомагнитофон на кассетах. И вот там я увидел первый фильм про Джеки Чана и про Бруса Али. Я помню еще фильм назывался «Закучина на колеса». И, проще говоря, вот меня оборвало. И буквально уже через полгода я выполнял всю ударную технику, которую делал Джеки Чан, махи ногами, руками и сел на три шпагата. На прямой, на два продольных. Одновременно. Да, я это сделал сам. У меня никогда не было тренера по растяжкам. Поэтому все, что касается тренировочного процесса, именно растяжек, это мое. Я это чувствую, это вижу. Я это вижу даже по человеку, который просто заходит в зал, и уже вижу, когда он сел на шпагат. Максимальная растяжка. В данный момент в моей практике максимум, это если такие забитые, закрепощенные мышцы, это три месяца. До 25 лет. После 25 лет, конечно, человек, он более уже такой сбитый. И немножко уже возраст, да, сложно растянуть людей. Так, ну, мы удалились от темы, с чего все начиналось. И вот как бы где-то примерно в классе седьмом у меня сформировалась команда, такой дружеский коллектив, именно спортсменов. Мы с ними занимались рукопашным боем. Ну, это были 90-е годы, тогда не было интернета, не было видеоуроков никаких, даже школ не было каких-то там специальных по танцам, тем же брейк-данс. Ну, были, конечно, рукопашные бои там, да, к школе. Но мы занимались самостоятельно, мы изучали все по книгам, по видео, допустим, там, с фильмов разных. Вот, как бы такая вот банда спортсменов, с которыми мы как бы тренировались. Вот, и мы с ними дошли до очень профессионального уровня, то есть вплоть до того, что ездили по соревнованиям, по рукопашному бою. Вот, и занимали там уже призовые места. И, если так вкратце, значит, я начал, ну, подрабатывать на боях без правил, и вскоре этот мордобой мне надоел. Вот, мы как бы усовершенствовали с ребятами, мы уже поняли, что мы уже научились, и нам захотелось что-то более такого, чтобы не было мордобоя. Вот, мы увидели танцы брейк-данса. Сколько тебе уже тогда было, когда вы... По брейк-дансу? Да, по брейк-дансу, когда вы уже определили, что... Где-то 20-22 года, вот, период. Ну, как бы одновременно с брейк-дансом мы увидели фильм, который вышел тогда про капуэра, назывался «Только сильнейшие» – «Марда Каскас». Его знают все, этот фильм. Вот, и мы как бы загорелись. Капуэра также было в 90-х совсем другое, нежели сейчас. Сейчас более тоже современное, пластичное. Раньше было как бы смешанное такое, если проще говоря, это смесь тейквондой и акробатики. Вот мы говорим, вот уже перешли к капуэру. Давай мы покажем нашим телезрителям, для тех, кто не понимает, о чем мы говорим. Ну да. У нас есть прекрасная видеонарезка, где Роман показывает элементы капуэра, вот, вместе с детьми. У нас занимается, кстати, школа, ты же преподаваешь капуэр? Да. А школа находится где у нас? В Обнинске. В Обнинске. Спортивный клуб «Поздравительная технология» на Красный Зорь. Вот, вот мы там работаем. Давайте посмотрим, друзья, что же такое представляет себе такой стиль боевого искусства капуэра. Спасибо. Спасибо. Итак, друзья, вот сейчас вы сами увидели, что такое капуэр, что умеет работать. Роман, что он вытворяет просто в воздухе, вот, а сейчас он даже еще у нас и готовит. Мы продолжаем приготовление. Нет, я сделал меньше всего делаешь, чем ты. Ты уже натер на терке первый овощ. Я знаю, что ты был участником одной из известных, ну, в Обнинске не скажу известных групп, в Обнинске, да, но на мировой сцене такой международной группа была «Противогаз». Да. Вот, что это за группа такая, расскажи, пожалуйста. Ну, это группа состав из троих человек. Вот, мы с ними участвовали в отборочном туре «Евровидение» в 2005 году. Да-да, друзья, «Евровидение» в 2005 год, отборочный тур. У меня есть кадры. Да. Я добыл эти кадры. Друзья, сейчас предлагаю вашему вниманию посмотреть отборочный тур с участием Романа, где он пытался пробиться на «Евровидение». «Евровидение» Вот, мы посмотрели, ну, что могу сказать, Роман, ну, действительно, это удивительно, это удивительно. Как так получилось, что вдруг из-за спортивной карьеры ты выбрал творческую? Вот, ну, на самом деле, на самом деле, музыку я любил так же, как любят все, и дети, и взрослые. Вот, ну, однажды я был в девятом классе или в восьмом примерно. Все однажды были в девятом и восьмом классе. Приехали ко мне в гости мои родные тетки. Ну, они как бы такие, там, на лет пять старше меня, то есть не такие, прям взрослые. Вот, и они захотели пойти на дискотеку. Вот, и попросили мою маму, чтобы взять меня с собой. Вот, я пошел с ними на дискотеку. Ты долго сопротивлялся? Я не пойду с ними, да вы что? Я очень хотел пойти на дискотеку. Я пришел на дискотеку, я увидел там, что вот мои тетки были самые младшие, то есть со всей публики, которая там была. На то время, ну, как бы не пускали таких подростков на дискотеку, там, как бы было не принято. И вот я сел там в углу и сидел, там, смотрел на вот это весь, на все это движение. Вот, и пьяные, и драки были, и танцевали все. И я смотрел на диджея, как он ставит музыку, как он включается, там, музыку, там, мигалки. И мне это понравилось, я в это сразу влюбился. Вот, и после этой дискотеки я пришел домой, у меня был такой магнитофон, весна 212, S4 старый. И вот я начал включать музыку на кассетах и представлять, что я диджей. Вот, и с того времени я начал собирать сборники. То есть я уже понимал, я начал, как бы, различать стили и направлений музык. То есть там техно-музыка, рок-музыка, попса. Вот, и вот я начал коллекционировать разные вот эти вот, рэп и так далее. И вот, как бы, я наработал вот сам, ну, стиль, стиль характера музыки. И, конечно, разработал слуховые качества, я начал слышать и барабаны, и, как бы, ударники, и бас, и гитарка. Я уже начал понимать. Вот, и вот так вот случилось, что я познакомился с этими ребятами, с «Противогазами». Мы очень сильно сдружились и вот начали работать. У нас был продюсер, брат Геннадия Хазанова. Вот, вот он нас продюсировал по Крыму. Мы работали как настоящие артисты, как наши звезды. Я замечу то, что на этом, я прости то, что тебя перебил, на этом отборочном туре Роман в составе группы «Противогаз» выступал, также боролся, я так скажу, боролся с такими известными исполнителями, вам хорошо известно, это как Потап и Настя. Да. Вот, это Аня Лорак, да. И я просто не знаю, мастодонт просто всей нашей поп-индустрии, всего мира, это Веркосердючка. Как получилось то, что ни они, ни вы не выиграли, не прошли? Ну, там выиграла на тот момент группа именно по политической части, я бы сказал. Это все понимали. Я не буду говорить названия и так далее, но вы все равно не знаете их. Но вот так. Но дело не в этом, главное участие. Да, главное участие, то, что ты вместе с достойнейшими, и они вместе с тобой посчитали, что мы дальше не пойдем. Все, все вместе. Да. Так, хорошо. Все понятно, то, что в какой-то определенный момент ты понял, что творчеством тоже нужно заниматься. Ну, талантливый человек, он талантлив во всем. А так как мы видели, что ты в спортивной части, какой ты молодец. Ну, то есть в музыке тоже. И у тебя это довольно-таки хорошо получается. Сейчас я хочу тебя спросить о следующем. Группа Противогаз, я так, я уже знаю, я уже знаю, вот он и с Ильхамом, ведущим нашим на радио Пионер FM, то, что у тебя сейчас есть собственный проект. Да. У тебя есть собственный проект, это уже отдельно от группы Противогаз, группа Противогаз распалась, и проект называется Рома Змей. Да. Как так получилось? Это получилось просто. В общем, наш коллектив Противогаз потихонечку распался. И я поехал в Москву в 2005 году, приехал в Москву, и сразу для того, чтобы там жить и как бы питаться, существовать, я пробивался по разным фитнес-центрам для того, чтобы начать тренерскую деятельность. Вот. Я нашел там федерацию, ну не КПР, а просто федерацию по спорту, вот они меня взяли на работу, и я как бы работал там и создавал вот этот свой новый проект, который называется Рома Змей. Создал я его очень просто, я пришел на телеканал Останкино, вот, и записался туда как гость программы, знаете, там, да, платят деньги там маленькие, ну ты сейчас-то как гость. И в анкете я написал там, что я участник такой-то группы, участник там отборочного Евровидения, и вот пока я дошел до метро, мне уже позвонил один продюсер и сказал вернуться. Вот. И вот мы с ним начали потихонечку все это делать, мистер-проект, но через некоторое время этот продюсер умирает, просто умер и все. Вот. Ну, я наш, я как бы, ну, не сильно растерялся и нашел сразу же второй продюсерский центр, который назывался Артекс 21 век, вот. И вот там мне продюсер говорит, если ты сам создашь какой-нибудь там коллектив, там, напишешь какой-то трек, образ, да, какой-то, чтобы я там увидел, тогда мы будем с тобой разговаривать. Я поехал в Университет Дружбы Народов, зашел в каждую, в каждое общежитие и повесил объявление, требуются девушки на новый проект в стиле R&B. Ну, мне в тот момент хотелось создать именно R&B в стиле Ганста. И вы не представляете, мне на почту начали присылать там девочек по 30 в день. Я просто сидел, просматривал фотографии, слышал их вокалы. Убирал. Да, и мне понравились две девчонки, которые были с Африки, с Африки приехали. Афроамериканки. Афроамериканки, да. Вот. Я им позвонил, я их пригласил в Труйский центр. И по пути, как раз, когда мы ехали в Труйский центр, мне позвонила еще одна девчонка, которая очень плохо разговаривала по-русски, тоже афроамериканка. И вот получилось так, что я один и три девчонки, афроамериканки. Мы пришли к продюсеру, продюсер увидел, обрадовался, вот, темнокожим. И говорит, вот вам 800 долларов. Он мне дает 800 долларов, говорит, езжаешь с ними и покупаешь им одежду. Вот. Ну, а в федерации я работал с одним брейкером по кличке Скат. Вот. Мы работали с ним. Он преподавал брейк-данс, я преподавал боевое искусство. Вот. И вот я его как бы забрал к себе в коллектив. И вот с этим коллективом мы создали шоу-программу и вот работали по Москве очень долгое время. Вплоть до того, что продюсер сказал, что будем тебе набивать татуировку сзади на всю спину кобру и будем тебя раскручивать до уровня Тимати. То есть. Да, точно. Да. И вот в течение года у меня происходит ситуация по семейной части. Мне нужно было просто срочно взять и уехать. Просто уехать. Как бы вот этот проект я разрушил сам по своей, можно сказать, вине или по жизненной ситуации. Вот так. И в данный момент просто как бы это у меня является как более хобби. Конечно, иногда там кто мне звонит, я еду выступаю. Бывают такие случаи, что даже из Кремля звонили мне, чтобы я на День студента на Красной площади спел. На данный момент я написал где-то около 140 песен. Сам на компьютере, своя аранжировка как бы. Это просто замечательно. Мы обязательно приглашаем тебя на радио Пионер ФМ как почетного гостя, для того, чтобы ты нашему городу представил свои песни. Так как мы сейчас говорим именно о клипах, да. И мы, кстати, прослушали фрагмент твоей песни. Она называлась «Ты моя любимая». Была песня «Евровидни». Вот, мы уже послушали. Так, давай мы вернемся к приготовлению. У нас очень много дел, несмотря на то, что это все дело простое. Так, друзья, сейчас сделаем такую паузу приготовления. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, дорогие друзья, мы с Романом практически все сделали. Салаты, они очень просты в приготовлении. Приготовить может любой, любой из вас. Так, Ром, у меня осталось еще два вопроса, о которых ты должен рассказать. Так как ты тренер по капоэро, ты тренируешь наше будущее спортивное поколение, которое будет занимать первые места абсолютно везде, на всех чемпионатах. Уже есть. Да, уже есть, кстати, да. Я знаю, то, что ты тренировал и тренируешь фигуристов. Вот, они тебя приглашают, специально тебя приглашают для отработки элементов в фигурном катании. Вкратце, подробно нам, может быть, об этом поговорить. Ну, значит, началось это все где-то примерно в 2011 году. Один тренер пригласил меня на спортивные сборы, чтобы я дал акробатику и растяжку фигуристам. Ну, им на самом деле этого не хватает, потому что тренера по фигурному катанию, они любят тренировать на льду. То есть, их специфика это скольжение и так далее. Да, конечно. Им, конечно, лениво заниматься в зале, но как бы зал это процентов 80 всего фигурного катания. Потому что там идет наработка техники шпагатов, тех же там флажки, бильманы и так далее. То есть, наработка всех элементов сначала ты изучаешь в зале, потом ты идешь на лед. Нельзя на льду просто брать и изначально тренировать. На льду отрабатывают скольжение, дорожки, вращение и так далее. Ну, как бы вращение тоже в зале тренируют. Вот. И тренерам понравилось, тренера друг друга знают. Да, и сейчас практикуют то, что тебя приглашают именно для отработки. Да, я постоянно езжу и под Москву, и в Москву. У нас есть фрагмент одной из таких тренировок. Кстати, там и песня, которую все фигуристы знают. Она очень популярна в узком кругу фигуристов. Друзья, давайте сейчас мы посмотрим, как проходит данный процесс. Они все рано встали, пробежечку нагнали, дыхалочку и мышцы все тренировали. На ОПП сходили и на танцульках были, шпагаты, бильмон, пластику все изучили. Потом коньки обули, штанишки подтянули, и к тренеру на лед они бежали. На льду они бахали, программы накатали. Теперь фигуристами они все стали. Итак, ну вот мы посмотрели вот эти элементы фигурного катания, допустим, но уже в спортзале, как ты преподаешь. Отлично. Все, база все-таки является это капоэйра. Да, в данный момент я выбрал этот вид спорта, потому что он менее драматичный, он бесконтактный, и в нем могут заниматься люди разного возраста, начиная от 4 лет детишки и также до, короче, без ограничения возраста. Без ограничения. Да, то есть сейчас в данный момент у меня есть группа 26-40 лет, они занимаются всего год, они уже прыгают сальто, они уже заняли призовые места на чемпионате России по новичкам, второе-перое место, да. И очень модный вид на самом деле, он, конечно, дорогой, но он очень модный этот вид спорта. Как тебя искать, куда обращаться, где проходят тренировки? Приехать в спортивно-оздоровительный комплекс «Технология», там все знают, или просто в группу ВКонтакте пишите «Капоэйра, город Обнинск», и она выбивает группу ВКонтакте, там нас есть видео. Отлично. Я уже томлюсь в ожидании, когда мы попробуем наши вкусные салаты. Итак, Роман, сейчас мы завершим передачу, у нас остался еще один вопрос, это про твой новый проект, который, но давай мы его все-таки оставим на потом, для наших телезрителей. Если вы хотите услышать об этом, посмотрите следующую передачу с Романом, которая у нас будет в ближайшее время, я надеюсь, Роман найдет в своем плотном графике. Еще раз повторю, потому что сегодня у нас в гостях, в программе «Будем вкусно есть» был тренер Маслак Роман по смешанным единоборствам бразильского боевого искусства «Капоэйра». Роман, большое тебе спасибо за то, что ты принял участие в нашей передаче. Ну и я приглашаю тебя прямо вот после съемки нашей передачи в эфир программы «Хайдук» на радио «Пионер ФМ», где мы более подробно уже ознакомимся с твоим творчеством, это с твоими песнями. Это была программа «Будем вкусно есть», смотрите нас на телеканале Обнинск ТВ. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»